Я вас категорически приветствую. В этом выпуске, какую опасность таят пакетики с чаем, леденящий душу апокалипсис зреет в Антарктиде, что не так с биоразлагаемыми вещами, а также рухнувшая пирамида и забытые индейские боги. И мы немедленно переходим к новостям науки и техники. Третьего дня, заварив чаю из пакетиков, биологи из университета города Плимута призадумались, а насколько экологичными являются эти самые чайные пакетики. По итогам размышлений и некоторых практических опытов, ученые тиснули заметку в журнал Science of the Total Environment, вот эту, чтобы задать научной работе правильный тон. Начали ее с рассказа об экологическом кризисе, вызванном пластиковыми отходами, с которыми не очень-то понятно, что вообще делать. Одноразовые пакетики, например, ранее производились из полимерных материалов нефтехимического происхождения, но недавно им на смену пришла полимолочная кислота, ПЛА, которую получают из кукурузного крахмала или ароматного сахарного тростника. Эту самую ПЛА смешивают со вспомогательными компонентами, обычно с целлюлозой, ну а потом из этого штампуют упаковку для чая. В сознании потребителей все, на чем написано слово «биоразлагаемый», является абсолютно безвредным, а значит, такие продукты можно выкидывать куда попало. Ну, нехай там само разложится. Однако, проведя эксперимент и прикопав на тестовой грядке три разновидности чайных пакетиков и терпеливо выждав 7 месяцев, британские биологи с ужасом обнаружили, что материал из чистой ПЛА вообще не гниет. А вот составы, где полимолочная кислота была разбавлена целлюлозой, потеряли от 60 до 80% массы, что примерно соответствует доле, которую в составе занимает та самая целлюлоза. Ну и, казалось бы, 80% уже неплохо, Но остатки синтетических материалов привели к гибели британских навозных червей, которые весело копошились в этих самых грядках. Из чего ученые сделали вывод, что применяемые в чайной промышленности химволокна более не являются безвредными, ну, по сравнению с традиционным пластиком. А что же тогда творится с другими биоразлагаемыми материалами, с тревогой спросишь ты, ну, и я тебе незамедлительно отвечу. С пластиковыми пакетами ситуация еще круче. Вот как раз об этом следующая новость. Если ты думаешь, что проклятый загнивающий Запад вот-вот задохнется под горами мусора, а в нашем богоспасаемом Отечестве с этим делом полный порядок, спешу тебя немножко огорчить. Все видели в магазинах пакеты со словом «биоразлагаемые». Висят они обычно рядом с кассами и стоят при этом раза в три дороже обычных. Но тут появилась заметка, кстати, вот она. Исследование на тему, разложится ли пакет с подобной надписью, если его прикопать на дачной грядке, ну, или оставить лежать под прямыми лучами солнца. Так вот, по результатам выяснилось, о ужас, что ему вообще ничего от этого не делается. Ну, журналисты – это не ученые. У них могло что-то пойти не так. Однако, к схожим выводам пришли и специалисты из Российского экономического университета Плеханова и Института биохимической физики Эммануэля. Они провели опыты над биоразлагаемыми пакетами из России, Казахстана и Италии. Провели со всей строгостью научного подхода, с соблюдением температурного режима, влажности и даже в присутствии правильных бактерий. И выяснили, что якобы биоразлагаемые пакеты зачастую делают из пластика с добавками, которые требуют отдельной технологии переработки. И сами по себе не разлагаются ни за месяц, ни даже за три. Ну а если вдруг тебе непонятно, зачем их тогда продают, ну ты присмотрись повнимательнее к ценнику. Как известно, зеленое дешево стоить не может. Ну, в общем, все как обычно. Пока сам не начнешь разбираться в теме, на твоих благородных устремлениях будут цинично зарабатывать деньги. Этак, счет доброго, скоро выяснится, что больше пользы для экологии может принести самый обычный пакет. Ну, если обращаться с ним рационально. Не выкидывать сразу, а сперва сбегать с ним за молоком, потом за хлебом. Ну и напоследок, достав из пакета с пакетами в чемодане вещи упаковать. Истинно говорю вам, наступают последние дни. Ибо, как сообщает Мексиканский институт антропологии, в городище Иуацио после внезапного ливня случилось страшное. Распугав койотов и устроив небольшое землетрясение, обвалилась каменная стена древней пирамиды, которую почти тысячу лет назад построили предки индейцев Пурепича. Их государство под названием Тараско было одним из крупнейших среди всех доколумбовых цивилизаций Мезоамерики. Ну, чисто для справки, Мезоамерикой называют территории от центра современной Мексики до Гондураса и Никарагуа. Это Срединная Америка. Ну, а в 16 веке по землям этих самых Тарасков огнем и мечом прошлись цивилизованные европейцы. А теперь вот и Тарасковская пирамида взяла, да и развалилась. А это, как нетрудно догадаться, крайне дурной знак. Любому индейцу очевидно, по вине обыкновенных дурацких осадков такого произойти не могло. Речь идет о культовом сооружении, которая сотни лет исправно служила для проведения кровавых жертвоприношений во славу богов Курикаэурии и Шаратанга. А они, как это принято у высших сил, шутить не любят и таким нехитрым образом подают сигнал своим нерадивым культистам. В прошлый раз местные пирамиды разваливались лет 500 назад, незадолго до появления на территории Пурепича ковырных испанцев. Испанцы, как мы помним, мигом добавили ярких красок в размеренный быт местных жителей. Во многом благодаря этому мы почти ничего не знаем о божествах Пурепичей. Благородные дальго не сильно интересовались верой полуголых аборигенов. Гораздо больше их интересовали абсолютно голые аборигенки. Ну и, конечно, местное золото, ароматные какао-бобы и другие заморские ценности. Впрочем, в 1540 году францисканский монах Херонима де Алькала настрочил манускрипт с описанием местных обычаев. И вот эта книжка с 44 рисунками сейчас является практически единственным источником информации по той эпохе. Однако первая часть, где подробно описывались религиозные воззрения древних мексиканцев, считается практически целиком утерянной. Ну а что касается материальной культуры, то после разрушения древней пирамиды от нее осталось еще меньше, чем было. В общем, теперь, когда древние боги снова разгневались, на головы немногочисленных индейских потомков неминуемо должны обрушиться новые кары, еще более жестокие, чем набеги злых конкистадоров. Ну а пока не началось, давай-ка узнаем, какие тревожные известия поступают с Южного полюса. Об этом сейчас подробней, но сперва немного про другое. Есть такой анекдот. Сидит Павел Дуров во французской тюрьме. Сокамерники обсуждают план побега. Один предлагает копать подкоп, другой предлагает перелезть через забор. А утром просыпаются, глядь, а Павлата в камере нет. Истина исчезла. Ну а если ты сам хочешь стать умелым айтишником, не привлекая внимания жандармерии, а освоить востребованную цифровую профессию, которую еще и денег принесет, можно в родном отечестве. Например, на курсе «АйТи-специалист с нуля» от онлайн-школы «Скилл-фэктори». Курс рассчитан на новичков. Начинается с профориентации, где студент попробует себя в девяти перспективных направлениях, дабы потом сделать осознанный выбор и продолжить обучение по выборной профессии. Отточить знания можно на реальных задачах от крупных компаний. Решения этих задач потом войдут в твое итоговое портфолио. Карьерный центр «Скилл-фэктори» подсобит с трудоустройством, ну а если работу после курса найти не получится, школа обещает вернуть деньги. Такие условия прописаны в договоре. Ссылка с подробностями в описании. Ну или сканируй QR-код. А по коду ОПЕР-50 получишь скидку 50%. Ну и секретный подарок. Экраны с матрицами из органических светодиодов, ну то есть созданные с применением OLED-технологии, уже вовсю используют в телевизорах, мобилах и даже в более мелких гаджетах. И хотя OLED-экраны давно доросли до серьезных диагоналей, по-настоящему игровые модели до недавнего времени встречались нечасто. А сегодня в цепких лапах как раз такой красавец от MSI с диагональю в 27 дюймов. Это не самый крупный OLED-монитор из существующих. У той же MSI имеются варианты с диагональю 34 дюйма. Ну да вернемся к представленному экземпляру. Вообще OLED-матрицы будто специально придумали для геймерских нужд. Отличная скорость реакции пикселей, безупречная глубина черного цвета, предельная точность в цветопередаче. Ну казалось бы, чего еще надо? Но совершенству предела нет. Поэтому инженеры MSI ко всему перечисленному прикрутили еще технологию квантовых точек и поддержку стандартов дисплей HDR, что позволяет монитору выводить крайне сочную и насыщенную картинку с разрешением 2К и с предельной кадровой разверткой в целых 360 Гц. Плюс 99% покрытие цветового пространства DCI-P3 и заводская калибровка. Все вместе обеспечивает изображение настолько четкое и плавное, что хочется протянуть руки и пощупать объекты на экране, дабы удостовериться в их реальности. А под матрицу в данном мониторе подложена графеновая пленка. Пленка эта работает как термопрокладка, отбирая тепло и передавая его на специальный радиатор, защищая таким образом OLED-панель от выгорания. Кроме того, в мозги монитора зашита специальная программа, регулирующая яркость статичных участков экрана, где обнаруживается повышенная контрастность. Например, крупные надписи, логотипы, панели задач и прочие элементы интерфейса. Подключаться к данному монитору можно через пару HDMI, ну, конечно же, самой современной версии, ну, либо через DisplayPort. Имеется USB-хаб, в том числе разъем Type-C с возможностью подзарядки гаджетов. Что касается качества материалов и сборки, а также эргономики устройства и удобства пользования, тут к устройству MSI никаких вопросов и нареканий нет. Впечатления монитор MPG271 оставляет самые положительные. Сравнивать его с игровыми девайсами на IPS-матрицах даже как-то неловко. Настолько разительные отличия. Ну а хочешь себе такой же, жми по ссылке под роликом. Подробности и ценник отыщешь там. Тревожные новости поступают из Антарктиды. Но ты пока что не волнуйся и даже не переживай. Злобную нечту там пока еще не откопали. Но ситуация, тем не менее, тревожная. Хотя и не настолько, как в известном фильме Джона Керпентера, смотреть который надо строго в правильном переводе Гоблина. Канадские геологи из университета МакГила считают, что таяние ледников на Южном полюсе представляет нешуточную опасность для жителей прибрежных областей по всей планете. И не только потому, что растаявший лед может повысить уровень мирового океана. Дело в том, что антарктический ледяной покров серьезно давит на антарктический материк. А если таяние льдов не остановить, то сила давления льда ослабнет. И через это Антарктида приподнимется, как гигантский поплавок. Вследствие чего процесс затопления прибрежных территорий других континентов очень резко ускорится. Разумеется, остановить водяной апокалипсис могут только самые суровые экологические инициативы. Канадские специалисты требуют экстренно прекратить выбросы парниковых газов и всего такого прочего. При этом, правда, добавляют, что подъем Антарктиды способен не только ускорить рост уровня мирового океана, но и решительно его замедлить, поскольку подъем может затруднить сползание айсбергов в воду. Ну, то есть, получается примерно как в известном анекдоте про встречу динозавра на Невском. Шансы 50 на 50 либо станет хуже, либо станет лучше. Ну, а сидеть сложа руки, считают отмороженные канадские геологи, категорически недопустимо. Надо уже строчно что-то решать. Ну, например, надо осваивать новые экологические бюджеты. Потому что если таяние льдов не остановить, то от затопления прибрежных зон пострадает не менее 700 миллионов человек. А затраты на их спасение составят скромные 14 триллионов бакинских. Правда, тут есть нюанс. Канадцы благоразумно не обозначают четкие временные рамки апокалипсиса. Канадцы ограничиваются размытыми формулировками. Ну, дескать, темна вода во облицах. И процесс может затянуться до конца нынешнего века. Ну, а чтобы точно не промахнуться, канадцы нарисовали климатическую модель аж до 2500 года. Видимо, с расчетом на то, чтобы работы хватило многим грядущим поколениям канадских экологов. Все эти соображения исследователи опубликовали в заметке для журнала Science Advances. Ну вот, можешь ознакомиться с полетом ученой мысли. Замечу, никаких конкретных шагов по спасению ледников канадские ученые не предлагают. Ограничиваются только общими, но крайне мрачными прогнозами. Администрация тупичка готова протянуть руку помощи мировому научному сообществу. Есть у нас один проверенный временем метод. Для начала надо строго-настрого запретить испускать парниковые газы двум известным канадцам – Теренсу и Филиппу. Ибо, если этого не сделать, наша планета натурально обречена. Только тотальный мораторий на канадский меркаптан сможет остановить мокрый апокалипсис и спасти человечество от неминуемого вымирания. Кто не знает, кто такие Теренс и Филипп? Срочно осмотреть полнометражный мультик «Саус Парк» – большой, длинный, не обрезанный. В правильном переводе – Гоблина, конечно. А на сегодня все. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok